Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Фейковая помощь. Кто прикарманил 12 миллионов гривен, прикрываясь психологической реабилитацией бойцов АТО? Вирус Брэкзита. Кто из стран-членов ЕС заговорил о выходе из Союза после британского референдума? Стрельба в столице. Кто стал жертвой киллеров в центре Киева? Я начну с того, что как всегда в пятницу, сразу после новостей в эфир выйдет политическое ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. В течение выпуска я расскажу о темах, которые сегодня обсудят гости этой программы, но начнем с новостей. В Николаевской области новый прокурор. Сегодня его официально представил глава ГПУ. Предшественника лишили должности одновременно с отставкой губернатора и начальника полиции после череды коррупционных скандалов. Я напомню, что уволить всех, кто в ответе за разгул коррупции президент потребовал во время своего визита в Николаев. Кто же сел в прокурорское кресло, расскажет Кирилл Ющишин. Он находится в Николаеве и с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуй. Расскажи о новом прокуроре. Добрый вечер, Наталья. Накануне официального представления нового прокурора в Николаеве разгорелась информационная война. Местные нардепы в открытую лоббировали в СМИ назначение на должность областного прокурора своих людей. Кто-то предлагал кандидатов, кто-то из политиков протестовал и даже угрожал покинуть парламентскую фракцию, если назначить не тех. Точку в дебатах поставил Юрий Луценко. На должность прокурора Николаевской области он назначил Тараса Дунаса. Человека, который вообще никакого отношения к региону не имеет. Дунас из Львова. Там родился, учился и работал. Недавно он участвовал в конкурсном отборе в антикоррупционную прокуратуру и успешно прошел все тесты. Представляя нового прокурора области, Луценко дал первое задание – разобраться с криминалитетом, который, по сути, захватил власть в Николаеве. Генпрокурор также уточнил, с кем нужно разобраться в первую очередь. Даже клички криминальных авторитетов назвал. До тех пор, пока слово «мультик» в этом городе, в этой области, вызывает не спорты про мультфильмы, а спорты про ОПР и трупы, прокуратура не справляется с подкладанными заданиями. Именно «мультик» фигурирует в одном из последних коррупционных скандалов, который сотрясал Николаевскую область. Напомню, депутат областного совета смс-ками отчитывался некому Миши Мультику о результатах голосования по выдаче разрешений на разработку недр. На выназначенный прокурор области поручение Луценко принял, что называется, под козырек. Говорит, уже в курсе, что к чему и криминальные дела против авторитетов велись давно, вот только ходу им никто не давал. И вот как на новое назначение отреагировали активисты, которые требовали сменить старое руководство прокуратуры. Самое главное, что я почувствовал от Луценко, это, например, что он полностью владеет информацией, что происходит на самом деле в Миколаевской области. Он сам случил, что? Яка ситуация? И второе, что он мне ответил на конкретное задание, сколько он взял час для наведения порядка новому прокурору. Через четыре месяца Тарасу Дуносу предстоит отчитаться о конкретных результатах по борьбе с коррумпированными чиновниками и организованной преступностью, а также вот буквально новость последних минут после визита в Николаев. Луценко отправился в Херсон, где также представил нового областного прокурора. Им стал Виталий Трегубенко. Студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин о новом прокуроре Николаевской области. Генпрокуратура продлила следствие по квартирному делу Виталия Касько еще на полгода. Об этом экс-зам генпрокурора написал на своей странице в Фейсбук. Касько сообщил, что считает такое решение незаконным. Он также добавил, что на сегодняшнем допросе в нацполиции он предоставил следователям письменные пояснения. Я напомню, что в ГПУ утверждают, что имеют доказательства незаконного завладения служебными квартирами Виталием Касько. Однокомнатные в спальном районе столицы и апартаментами площадью в 155 квадратов в центре. В Печерском райсуде на время расследования ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Правоохранительные органы продолжают сейчас это следствие. Полицейские расценки. Полторы тысячи долларов потребовал следователь одного из отделений главка нацполиции Киевской области за то, что он не откроет уголовное дело. Подзаработать решил на драке. Но клиент попался несговорчивый. Сдал вымогателя правоохранителям. В итоге следователя задержали на горячем прямо во время передачи денег. Сейчас он находится в СИЗО. Он имеет название майор полиции 1986 года. Он просто лягал человеку тем, что может открыть криминальное проведение. Он ожидал получать полторы тысячи долларов. Свои тарифы есть и в БТИ. 300 евро за техпаспорт. В Черновицкой области на взятки поймали начальника районного бюро. Руководитель коммунального предприятия обещал местному жителю помочь с документами на частный дом. Его также задержали на рабочем месте во время получения денег. Сейчас правоохранители проверяют причастность этого хозяйственника к другим коррупционным схемам. Махинации на реабилитации. В СБУ заявляют о расхищении 12 миллионов гривен, выделенных на психологическую помощь бойцам АТО. Дело расследуют сразу в трех регионах. Среди них и Ривненская область с ее скандальным оздоровительным лагерем Джерельце. Кому и как помогали там, расскажет Инна Белецкая. Тишина. Только завтра в Джерельце первый в нынешнем году заезд школьников. Раньше здесь были бойцы АТО в декабре. Но этого никто не видел. На психологическую реабилитацию двухсот человек в Джерельце, где всего три психолога, получила больше миллиона гривен. Но ни фото, ни документальных подтверждений какой-либо работы администрация предоставить не смогла. Сегодня в СБУ сообщили, что разоблачили в трех регионах структуры, которые всего лишь размещали бойцов в санаториях. И никакого общения и работы со специалистами. А в некоторых пошли еще дальше. Предлагали солдатам деньги, чтобы те вообще не появлялись в лечебных учреждениях. Именно о такой схеме работы Джерельца первыми заговорили ривненские волонтеры. Бойцам давали полторы тысячи гривен, просили взять направление в Сабезе и подписать документы. Найти людей, которые действительно получили какую-то помощь в лагере нам не удалось. Очереди желающих ехать туда не было, говорят, в Сабезе. В прошлом году до нас вернулись два участника боевых действий, которые выявили желание, написали заявку, что хотят поехать именно в Джерельце. В этом году, опять же, договор укладывается, но с места Ревного еще никто не обратился за получением послуг в Джерельце. Несмотря на очевидные махинации, администрации лагеря туда опять приглашают атошников и ждут деньги. В этот раз миллион семьсот тысяч гривен. Директора на месте нет, бухгалтер прячется. Вы будете эту реабилитацию делать или не будете? Видите, что делать, это не знаю. В службе ветеранов и участников АТО, которая проводила тендерные закупки, подтверждает, что Джерельцу деньги опять выделят. Но в этот раз не всю сумму сразу. Они хотят начать эту реабилитацию даже не в липне, а в серпне. Мы хотим их начать проверять тогда, когда они начнут работу. Если окажется, что с бойцами на базе никто не работает, либо их там нет вообще, остаток средств перечислять не будут. Теперь работникам лагеря, чтобы доказать, что они не аферисты, придется найти 400 желающих пройти у них реабилитацию. А вот вернуть ли уже украденные государства деньги? Пока под большим вопросом. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ревненская область. Нары за коррупцию обещает чиновникам премьер Владимир Гройсман. На заседании правительства он вспомнил вчерашнее громкое задержание главного санитарного врача Украины и обыски у руководителей областных санэпидемстанций. Напомню, полиция подозревает главу санэпидемслужбы Святослава Протоса в хищении почти полумиллиона гривен бюджетных средств. Мы доведем эту справу до суду, до вироку суду, вибачте, до вироку суду. Я хочу еще раз всех чиновников попередить. Сядете, аж загуде за вами. Не можете сьогодні працювати в тих умовах и в тей заработной плате невысоких, как и вы маете, идите на другую работу. Але робите то, чтобы створювать схемы, и при этих схемах паразитовать на развитие бизнеса, никому не дозволено. Задержанному вчера главному санврачу Святославу Протосу и начальнику госдепартамента госсанэпидемслужбы Александру Чепурному уже объявлено подозрение. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро на пресс-конференции, посвященной наиболее резонансным делам. По мнению детективов, медицинские чиновники могли организовать схему с начислением премии сотрудникам в 20 областях. Ущерб, нанесенный государству, я напомню, почти полмиллиона гривен. И всем запропонувал привезти такой оборудок, то есть он нараховывал им предварительную премию, а, соответственно, половина этой суммы после отримания все 20 человек должны привезти ему, и он, соответственно, подальше над своими границами заволодеет. То, как сейчас будут закончены все процессуальные действия о договоре подозрения, будет решать вопрос о броня запобежного захода. А в специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о подробностях еще одного дела. По Укргаздобыче сообщили, что по делу нардепа Анищенко уже арестованы более 4 миллиардов гривен счета и имущества. О самых резонансных коррупционных скандалах и задержаниях будут сегодня вечером говорить и в студии политического ток-шоу «Черное зеркало». Его ведущий Алексей Лихман пригласил для обстоятельной беседы фигуранта одного из таких дел. Я напомню, «Черное зеркало» в эфире сразу после подробностей, так что не пропустите. Битыми и кулаками защищают свое право на добычу янтаря черные спасатели, черные копатели. В Римненской области, куда правоохранители приехали, чтобы изъять у старателей автомобиль и мотопомпу, с помощью которой те незаконно моют янтарь, дорогу им перекрыли мужчины в балаклавах и сбитыми в руках. Они угрожали полицейским физической расправой. Правоохранители помпу все же изъяли, а с ней машину и другой инвентарь, обнаруженный на месте. Сейчас устанавливают личности нападавших. В Киеве снова стреляли. Сегодня утром в центре столицы покушались на жизнь директора одной из стоматологических клиник. Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии. Что могло стать причиной попытки убийства, выяснял Егор Логинов. Очевидцы рассказывают, около 8 часов утра к автомобилю Митсубиси Паджеро, который стоял в пробке на Печерской площади, подъехал мотоцикл с двумя людьми. Неизвестный открыл огонь по пассажиру внедорожника из оружия, обернутого в пакет. Он врезался, получается, в мою заднюю часть автомобиля. Потом открылась дверь, выпрыгнул водитель с машины. Я сначала не понял, что произошло. Потом пролетел, ну, одновременно пролетел мотоцикл. Потом мы вдвоем достали пассажира. Мужчину, все, не стреляли. По словам полицейских, одна пуля попала в стойку автомобиля. Еще три достигли цели. Пострадавшего с ранениями в грудь, шею и ногу доставили в больницу. Он прооперованный, стан тяжкий. Это 48-летний пьян, руководитель одного из медицинских закладов. Было проведено план перехвата, были введены в действие, но безрезультатно злочинцы скрылись на мотоциклах. По информации СМИ, жертва нападения – руководитель дентального центра на Печерске Ивана Понасюк. Месяц назад он обратился в полицию, когда обнаружил на своем автомобиле подозрительный прибор. Там выяснили, что это не что иное, как GPS-маячок для слежения за машиной. Насколько это связано с сегодняшним покушением, следователи выясняют. Егор Логинов, Сергей Коваль, подробности – телеканал «Интер». Возле Дебальцева боевики продолжают накрывать армейцев артиллерийским огнем. В сторону села Луганское выпустили снаряды ИСАУ и Гаубиц, а в районе Авдеевской промзоны снова было замечено движение вражеской техники. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Вчера-позавчера. Это мины. Кладали 122-120 мм в СПГ. Прилетело сюда, на территорию. По утру десантники насобирали ящик, урожай хвостовиков от мин после ночного обстрела. Сегодня ночью они стреляли, понимаешь, мин-10 было, наверное. Попадало достаточно близко. В Авдеевской промзоне это едва ли не первая относительно тихая ночь за последнюю неделю. Десантники удивляются. Сегодня молчали вражеские САУ. Буквально за ночь до этого был какой-то, ну да, такой маленький ад они устроили. Но при этом всем, я думаю, что как раз после этого и они выехали, после этой ночи. А вот на Дебальцевском направлении снова громыхала артиллерия. Самоходные артиллерийские установки и пушки наемников этой ночью били в сторону села Луганское. Только из 152-мм калибра выпустили 15 снарядов. САУшки работали, да. 122-152 минометы работали. САУ работали очень издалека практически. Работали где-то из района Дебальцево по звуку так, но очень недалека. То есть даже на пределе, можно сказать, дальность. Но работали очень четко, потому что летали беспилотники. После контратаки армейцев боевики стянули все силы к Дебальцево. Свою панику скрыть не могут. Боятся прорыва. Все настроены серьезно. После вчерашнего. Тем более всегда ждем. Все на готове. То есть приведены в полную боеготовность? Так точно. Тем временем в промзоне артиллерию сменили снайперы. Профессионалы. Снайперы здесь постоянно работают. Снайперы работают, ну ясно, что не оплаченцы, а работают точно регулярно армия, потому что калибр достаточно большой. Работают профессионально. В НСБАЧУ. Так само эта территория очень хорошо простреливается. И в любой момент я скажу, можно что-то ожидать. За несколько месяцев в такой стрельбе не научишься, говорят кадровые военные. И со слабой психикой долго на передовой не продержишься. Это надо лежать под обстреливанием огнем. То, что и выжидать, откуда выходят и откуда приходят. Если он просто сдает свою позицию, сделает ошибочный выстрел, то уже все. Его просто накрыть. Вынужденная перестановка сил у боевиков изменила ситуацию на линии фронта. Застегнутые врасплох. Они накрывают светлодарскую дугу и одновременно пытаются держать напряжение промзону. Уже к вечеру там снова разгорелся бой. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Во Львове попрощались с погибшим в зоне АТО оперным певцом Василием Слепаком. Его похоронили на Аллее Славы на Лычаковском кладбище. Последние аплодисменты сопровождали процессию, которая прошла через весь город. Прохожие склоняли колени и не сдерживали слез. Я напомню, Василий Слепак погиб от пули снайпера в среду возле Донецка. В зону АТО певец пошел добровольцем в самом начале военных действий на Донбассе, бросив карьеру в Парижской опере, где был солистом почти 20 лет. Он не терпел несправедливости, любил свободу и очень любил свою страну и культуру. Он приехал, чтобы бороться, противостоять. Я считаю его героем. В Конгрессе США назвали организатора бойни в аэропорту Ататюрка. Это известный в северокавказском регионе России террорист Ахмед Читаев. Он состоит в рядах исламского государства. Тем временем в Турции продолжается задержание. Все последние новости узнаем о Вениамина Трубачева. Он сейчас находится в Стамбуле и с нами на связи. Вениамин, здравствуй. Расскажи, сколько человек уже арестовали? Что это за люди? В Турции арестовали спецслужбы 11 человек. Их подозревают в причастности к организации взрывов в аэропорту Стамбула. Что интересно, все они иностранцы и по версии властей являются боевиками исламского государства. Напомню, накануне во время полицейского рейда были задержаны 13 человек. Таким образом, за решеткой сейчас оказалось предполагаемых боевиков уже 24. Известно, что среди них есть и граждане России. Также есть уточненная информация о террористах-смертниках, которые себя взорвали в терминалах. Ранее сообщалось, что это были граждане России, Узбекистана и Кыргызстана. Но вот сейчас местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что у двоих смертников были российские паспорта на имя Ракима Булгарова и Вадима Османова. Третьего террориста пока не идентифицировали. Но официальные лица на этот счет высказываются довольно осторожно. Все документы и данные, которыми мы располагаем, подтверждают, что этот теракт совершили боевики исламского государства. Полученные доказательства указывают на это. Но более детальную информацию мы объявим после окончания расследования. Уже официально подтверждено, что в больнице умер еще один человек, поэтому количество жертв теракта выросло до 44. Сегодня на место взрывов приехали послы разных стран. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу, который образовался в терминале. Там установлены портреты погибших. Что касается работы аэропорта, большинство рейсов отправляется по расписанию. Вот я сейчас нахожусь недалеко от взлетно-посадочной полосы. Буквально каждые несколько минут самолеты поднимаются в небо. Вблизи аэропорта по-прежнему много вооруженных полицейских и сотрудников спецслужб. Здесь все еще усилены меры безопасности. Студия. Спасибо, Вениамин. Вениамин Трубачев с последними новостями из Стамбульского аэропорта. Дом в Кемере предложили турецкие власти семье погибшего российского летчика Олега Пешкова. О своих намерениях делегация мэрии Кемеры рассказала генконсулу России в Анталии. Правда, родственники Пешкова уже от подарка успели отказаться. Я напомню, в ноябре прошлого года турецкие ВВС сбили российский Су-24. Летчик погиб. Инцидент серьезно расстроил отношения Москвы и Анкары. Но к концу июня контакт между странами начал восстанавливаться. И сегодня российские туроператоры возобновили продажу путевок в Турцию. Местные курорты начнут принимать чартеры из России с 7 июля. Концепция изменилась. США предложили России заключить новое соглашение по военному сотрудничеству в Сирии. В чем оно заключается и чем отличается от прежнего, расскажет наш Сапкор в Вашингтоне Тихон Зитко. Чуть больше полугода прошло с момента заключения соглашения между США и Россией о сотрудничестве в Сирии. Вот Вашингтон предлагает Москве новое. Пока, правда, вся информация неофициальная. Об этом пишет авторитетная газета Вашингтон-Пост и некоторые другие издания, ссылаясь на источники. По их данным, новые предложения американской администрации должны углубить военное сотрудничество между двумя странами. В чем суть сделки? США будут делиться с Москвой координатами целей и даже совместно наносить удары по объектам террористической группировки Джабхата Нусра. А именно к этому российские власти давно стремились. Штаты же, наоборот, ранее не хотели иметь ничего общего с российскими действиями в Сирии. В обмен на это Москва должна убедить сирийского президента Башара Асада прекратить авиаудары по территориям, которые контролируют сирийские повстанцы. Те, которых в США поддерживают и называют умеренной оппозицией. Состоит ли в итоге торг? Пока неизвестно. Как к этому относятся в Москве, не сообщается. Хотя Кремлю этот план уже предложили. Известно, кстати, что он был одобрен президентом Обамой и поддержан госсекретарем США Джоном Керри, глава Пентагона Эштон Картер. И некоторые чиновники, как внутри, так и вне администрации президента были против нового соглашения. Однако согласились с позицией президента. О новом плане Белого дома газеты написали почти одновременно с терактами в Стамбуле. Впрочем, это, похоже, совпадение. И свое предложение Вашингтон сделал Москве задолго до взрыва в Стамбульском аэропорту. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала. Европейский союз официально продлил санкции против России еще на полгода, до 31 января 2017-го. Ограничения по-прежнему затрагивают финансовые, энергетические и оборонно-промышленные секторы экономики. Как и раньше, российским банкам ограничен доступ к международному рынку, а с нефтяными компаниями из РФ не будут делиться технологическими новинками. Также запрещена торговля оружием с Россией и сохраняется табу на экспорт товаров двойного назначения. В свою очередь, в российском медиа уже заявили, что изменять свой внешнеполитический курс из-за продления санкций не планируют. Политику Брюсселя назвали недальновидной. Вирус Brexit. О выходе из Евросоюза и НАТО заговорили в Чехии. Предложение о референдуме прозвучало от президента этой страны, Милоша Земана. Сам он говорит, что хочет, чтобы Чехия осталась в ЕС, в альянсе, но считает, что важно узнать мнение граждан. У Земана нет полномочий инициировать референдум. Для этого необходимо изменить конституцию. Согласно последним соцопросам, за год количество евроскептиков в Чехии увеличилось на 7%. На заявление Земана уже отреагировал премьер Чехии Богослав Саботко. По его словам, правительство не намерено проводить такой референдум. Я напомню, что после оглашения результатов референдума в Британии о выходе из ЕС заговорили также в Нидерландах. Польша приостановила так называемое малое пограничное движение с Украиной из-за соображений безопасности. В стране ждут важных гостей. 8 июля в Варшаве начнется двухдневный саммит НАТО, а в конце месяца страну посетит Папа Римский Франциск. В этот период жители приграничных районов, которые ранее пользовались специальными разрешениями, будут пересекать границу на общих основаниях. Это временная мера, и о возобновлении малого пограничного движения власти Польши сообщат позднее. Посмотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Тариф европейский. Тепло и горячая вода подорожали в два раза. Как получить субсидии? Тайные реорганизации. Кому выгодно закрытие медицинского колледжа в Харькове? Ватиканские скрепы. Почему папа оставил на посту кардинала, замешанного в педофильском скандале? С сегодняшнего дня тепло и горячая вода для украинцев подорожали в два раза. Тарифы будут разными в зависимости от региона и предприятия, которое предоставляет услуги. Больше всего за горячую воду заплатят жители Днепропетровской и Полтавской областей по 85 гривен за кубометр. Самый низкий тариф в Тернопольской области 64 гривни 56 копеек. В столице цена кубометра вырастет до 76 гривен. Я напомню, сейчас один куб горячей воды обходится в районе 35-45 гривен. Вдвое подорожает и отопление. Причины это введение единой цены на газ для населения и промышленности. Страшилки, так называют все разговоры о повышении тарифов, премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что украинцы не будут платить за коммунальные услуги более чем 20% совокупного дохода семьи. Все то, что превышает эту сумму, заплатит государство. В бюджете дополнительно выделили 5 миллиардов гривен на субсидии. Рахунки, которые вы получаете в листопаде месяце, не будут для вас жахливыми. Я заявляю, что это ответственность на всю страну. За всех мы потурбуемся. Никого не слушайте, ничего не лякайте. Выдатки на субсидии взросли с 35 миллиардов до 40 миллиардов. Мы прогнозируем, что дополнительно за субсидиями вернется приблизительно 3-3,5 миллионов украинских родин. То есть в пик опаливального сезона до 9 миллионов украинских родин будут иметь право на субсидии. А в Польше газ для домашних хозяйств сегодняшнего дня подешевел на 1%. Всего же за полгода цена топлива в этой стране снизилась на 10%. В Германии же за год газ стал дешевле более чем наполовину. Весной именно эконом развития России, это основной экспортер топлива в Европу, сообщил о значительном сокращении выручки от поставок в ЕС. Упала цена на нефть, в привязке к которой находится и стоимость газа. Италия за год стала платить России меньше на 65%, а Нидерланды почти на 40%. Укранавти законно начислили 1 миллиард 600 миллионов гривен неустойки за невыплату дивидендов. Об этом говорится в постановлении окружного админсуда Киева. Штраф крупнейшему нефтедобытчику страны начислил Министерство экономики за систематическую невыплату дивидендов акционерам в период с 2011 по 2014 годы, из-за чего бюджет страны недополучал значительные суммы. Однако Укрдавта, которую связывают с группой «Приват», пыталась это решение оспорить. На Мариупольском направлении один украинский военный погиб, еще один получил тяжелые ранения. Они подорвались на вражеской управляемой мине. За минувшие сутки боевики 20 раз обстреливали наши позиции, в том числе и из тяжелой артиллерии. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Эта позиция близ поселка Коминтерного после обстрела вся посечена осколками. Взрывом снесло даже флаг. Позиции наемников отсюда всего в 500 метрах. Накануне они внезапно открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Следом накрыли опорный пункт тяжелой артиллерией. Виктор признается, только чудом никого из ребят не ранило. Но досталась любимица подразделения – кошки Багири. Ее задело осколком от мины. Спасали животное всем взводом. Теперь бойцы шутят. У Багиры уже не 9, а 8 жизней. Рана под ногой. Еще швы видно, что есть. Утром на позициях тихо, но эта тишина довольно обманчива. Со стороны оккупированного Коминтерного работает снайпер. Этот бронежилет защищал бойницу пулеметчика. Но выстрела из российской крупнокалиберной винтовки он не выдержал. Две бронеплиты пробиты насквозь. Ситуация на Мариупольском направлении обостряется с каждым днем. По данным нашей разведки, наемники к чему-то готовятся. Они систематически получают подкрепление и технику усиливают передний край своей обороны. До Новоазовска прибыла группа ремонтников для восстановления реактивных систем заплыва огня. Есть также информация о использовании наших полонейных для отрывания окопов и укрепления передовой линии обороны. Эта информация подтверждена как радиоприхватами, так и с осторожением на двух напрямках. Более Широкино и Марьинки. О возможном наступлении наемников в штабе оперативно-тактической группировки Мариуполь пока не говорят. Но наши подразделения на этом направлении приведены в высшую боевую готовность. Екатерина Доброгорская, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Загадка реорганизации. В Харькове решили объединить медицинский колледж с другим более мелким учебным заведением. Чем это грозит и почему студенты против, знает Светлана Шакера. ХМК номер один никому не отдадим! Студенты, абитуриенты и их родители с утра возле областной администрации с плакатами отстаивают свою альма-матер. Неделю назад депутаты облсовета приняли решение сначала приостановить работу медколледжа номер один, а потом объединить его с другим учебным заведением. Студенты растеряны. Туда, куда их переводят, нет и половины необходимых специальностей. Мы поступали на акушерское дело, мы поступили в ХМК номер один, мы хотим здесь учиться. На втором медколледже нет такой специальности. Сейчас у нас просто отбирают такую мечту и наши все усилия, подготовка к ЗНО, поступление, вот это все, это получается как бы никому не нужно. А как наше мнение, оно не учитывается? Родителей волнует, останутся ли после реорганизации бюджетные места. Мы поступали, нам же гарантует держава наша, что мы в какой вуз поступаем, мы его закончим на бюджетную основу, все. А что будет дальше с моей детьми, я не знаю. Ничего о перспективах не знают и преподаватели. Инициативную группу депутаты сначала пригласили на сессию, вернее не в сам зал, а посидеть в приемной. Мы сидели вот здесь в приемной, за нами никто не спустился, а потом сказали, что члены комиссии якобы проголосовали за то, чтобы нам там слова не давать. Четыре корпуса и огромная учебная база. Все эти пробирки и оборудование много лет собирали сами сотрудники. Здесь первокурсники попадают в условия реальной больничной палаты. На этих муляжах студентов учат и как укол сделать, и как анализы собрать. Все из-за здания подозревают в медицинском колледже. Учебное заведение занимает роскошную старинную постройку в самом центре Харькова. Не исключено, закрывая колледж, депутаты действуют в чьих-то частных интересах. Нас напоминают, что нет. У нас выникает такая думка, что все же таки справа в этом доме. Он уникальный, он находится в центре города. Неодноразово были засихания на этот дом. Чиновники возмущенно опровергают такие подозрения, мол, действуют с целью экономии бюджета. Но экономия составит всего миллион гривен. И нижнее помещение не будет отдано и отчуждено от медицинского колледжа номер один, а теперь уже объединенного колледжа. Может, какие дисциплины будут разъединены. Родители и педагоги этим обещаниям не верят. Говорят, сколько уже было подобных случаев, и все заканчивалось одинаково. Учебные заведения закрывались, а их имущество уходило в частные руки. Поэтому подают в суд с требованием признать реорганизацию незаконной. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Судебные разборки. Верховный суд хочет обжаловать в Конституционном новый закон о судоустройстве. Документ еще не вступил в силу. Это произойдет только через три месяца, когда начнут действовать изменения основного закона в части правосудия. Тогда и подадут ходатайство. Согласно новому закону, нынешний Верховный суд подлежит ликвидации. А вместо него будет создан новый Верховный суд, в который войдут те, кто пройдет конкурсный отбор. Инаугурация откладывается или отменяется? Новоизбранный президент Австрии Александр Ван дер Беллен не вступит в должность, как планировалось 8 июля. Конституционный суд этой страны признал результаты президентских выборов недействительными. Кто их оспорил и почему эти выборы так важны для всей Европы, расскажет Татьяна Лагунова. Совсем недавно, в конце мая, граждане Австрии выбрали нового президента. Но вскоре им снова придется идти на избирательные участки. Конституционный суд страны признал результаты выборов недействительными и постановил провести новое. За подсчетом голосов во втором туре президентских выборов без преувеличения следила вся Австрия. Соперники, бывший лидер партии «Зеленых» Александр Ван дер Беллен и представитель правопопулистской австрийской партии «Свободы» Норберт Хофер. Шли буквально нога в ногу. Сначала опережал один кандидат, потом другой и так всю ночь. Пока не объявили окончательный результат, победил Ван дер Беллен. С минимальным перевесом 31 тысяча голосов. Правые популисты результаты сразу же обжаловали. Мол, были процедурные нарушения. Суд согласился. Обеляция удовлетворена. Это означает, что на всей территории страны должны быть проведены повторные выборы. Процедурные нарушения действительно имели место. На некоторых участках, например, подсчет голосов начали раньше, чем положено по закону. Были ли манипуляции, никто не разбирался. Конституционный суд решил, ради доверия к демократическим процедурам лучше переголосовать. Процедурные нарушения – это нарушения закона, которые могли повлиять на результат. Доказательства манипуляций в этом случае не нужны. Перевыборы состоятся осенью, дата пока не определена. А вот кандидаты известны. Все те же правый популист Хофер и бывший лидер «Зеленых» Вандербеллен. Президент в Австрии практически не имеет полномочий и выполняет церемониальные функции. Но в этот раз важны и перевыборы, и будущий победитель. Кого изберет Австрия своим президентом – сторонника Единой Европы или ее противника? Это своего рода тест настроений в обществе и репетиция парламентских выборов. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности – Европейское. Бюро телеканала «Интер». В Шевченковском райсуде столицы сегодня слушалось дело Игоря Гужевы, бывшего редактора газеты «Вести». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере около 18 миллионов гривен. Чем закончилось это заседание, узнаем от Ирины Романовой. Слушание по делу Гужевы в разгаре. Сегодня обвинение пригласило в суд своих свидетелей. Один из них – налоговый инспектор, который весной прошлого года проводил финансовую проверку медиахолдинга. Его руководство в 2013-м, говорит проверяющий, взяло у некой фирмы финансовую помощь, но налоги не уплатило. Игорь Гужева, который в то время возглавлял медиахолдин, уверяет, с налоговым законодательством всегда был в ладах. Когда мы запускали проект «Вести», мы взяли возвратную финансовую помощь, которую должны были вернуть до конца 2015-го года. Но налоговики потом, когда искали какие-то зацепки, к чему нам можно прицепиться, взяли этот договор и сказали, «Нет, нам кажется, что вот те деньги, которые вы взяли, это не возвратная финансовая помощь, а безвозвратная. По закону вы должны включить это в свой доход. Вы этого не сделали, поэтому вы уклонились от уплаты налогов». Проверяющего, который в налоговой уже не работает, за трибуной сменяет участковый инспектор районной фискальной службы. По окончании заседания Игорь Гужев уверяет, дело против него налоговики весной прошлого года сфабриковали, после того, как СБУ обвинило возглавляемое им издание в поддержке сепаратизма. Это не столько налогов, сколько политики. Ты понял вопрос о коррупции, ты же сепаратист. Ты спрашиваешь, почему повышаются тарифы, ты агент ФСБ. На следующее заседание, назначенное на 5 августа, защита обещает привезти своих свидетелей, а еще предоставить результаты экспертизы, которые якобы доказывают. Медиахолдинг перед законом чист. Все налоги уплачены. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Крестовый поход против педофилии. В Леоне после череды скандалов епископ подстранил от службы четырех священников, заподозренных в нездоровом интересе к детям. Хотя жертвы насилия требовали отставки самого кардинала. Как ему удается удерживаться на своем месте, выясняла София Гордиенко. Леон. Город на двух возвышенностях. Горожане шутят, пока один холм работает, другой молится. Хотя на самом деле этот другой холм вот уже год отбивается от журналистов. Все началось с истории 25-летней давности, когда священник, пристававший к скаутам, после жалоб родителей не только сана не лишился, но и вернулся работать к молодежи. В другом приходе. Аж пока не вышел на пенсию в 2013 году. Нынешний епископ Филипп Барбаран пришел позже, но о грешках подчиненного знал и молчал, доверяя ему приход за приходом. И это был не единственный случай в Леоне. Еще как минимум трое священников приставали, как к детям, так и ко взрослым. И при этом начальство не заявляло на них в полицию. После того, как факты получили огласку, Филипп Барбаран, леонский архиерей стал свою причастность отрицать. Никогда не покрывал факты педофилии. Никогда. Полиция начала расследование. Его святейшество допрашивали 10 часов. Даже премьер-министр призвал разобраться. И вот Барбаран собрал специальную комиссию для расследования подобных случаев церкви. Куда вошли врач, психиатр, психоаналитик, богослов и супружеская пара. В их распоряжении досье со всеми, даже небольшими жалобами на недостойное поведение священников. Результат. Четыре служителя культа отстранены от работы. Таким образом Барбаран не только почистил штат, но и отвел удар от себя. Ведь общество требовало его отставки. Его святейшество сразу сказал, сам не уйдет. А папа Франциск, единственный, кто ведает кадровыми вопросами такого уровня, подчиненного оставил на посту. София Гордиенко, Василий Трюшковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Жениться по любви решил мужчина из Калифорнии и заключил брак с тем, с кем у него самые серьезные отношения. Кого калифорниец повел под венец? Об этом мы не только в нашем обзоре. Калифорниец женился на собственном телефоне. Говорит, со смартфоном у него сложились самые продолжительные отношения в жизни. Жених был одет в смокинг, невеста в белом чехле. К телефону приклеили кольцо. Церемонию бракосочетания провели в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Пару объявили мужем и смартфоном. Чья грудь больше? Ученые провели исследование, в ходе которого определили средний размер груди у жительниц из 108 стран. Оказалось, что самым пышным бюстом могут похвастать американки. А вот женщины с самой маленькой грудью живут на Филиппинах, в Малайзии, Бангладеш, Самоа и Соломоновых островах. Украина в рейтинге заняла 21 место, а Россия 41. Смертельные селфи в Перу. Немецкий турист упал в ущелье в древнем городе Мачу-Пикчу, когда позировал для фото. 51-летний Оливер Парк проигнорировал знаки безопасности, зашел в запретную зону и стал на край скалы. Для аффектного селфи он решил еще и подпрыгнуть, но не удержал равновесия и упал. Перед нынешним футбольным матчем сборных Уэльса и Бельгии в Твиттере стала популярна компания с хештегом «Приюти бельгийца». Из-за дефицита мест в гостиницах лильцам предлагают выделить койко-место бельгийскому болельщику в обмен на бельгийское пиво и песни. Флэшмоб уже принес первые плоды. Несколько человек таким образом нашли себе крышу над головой. Привет из прошлого. Перед Элибританцем актеры, одетые в форму солдат Первой мировой войны. Акцию под лозунгом «Мы здесь» провела маркетинговая кампания для неизвестного заказчика. В столетнюю годовщину одной из самых масштабных битв в истории битвы на Соме актеры молча ходили по общественным местам. Во время этой битвы английских и французских войск против немецкой армии погибло более миллиона солдат. День катастроф. Так, по всей видимости, запомнят сегодняшнюю пятницу в России. В Сибири ищут вылетевший для тушения пожаров Ил-76. По последней информации, в месте его исчезновения очевидцы слышали взрыв. А на юге страны разбушевалась другая стихия. С подробностями Данил Русаков. Судиться. Подарим администрацию. Будем разбираться, кто в этом виноват. Сооружение из машин, напоминающее египетскую пирамиду, результат наводнения в Ростове-на-Дону. Проливной дождь шел всю ночь. Последствия более чем разрушительные. Не обошлось без жертв. 14-летнюю девочку потоком воды затянуло под припаркованный автомобиль. Ребенок захлебнулся. Крупный город накрыл транспортный паралич. По словам местных жителей, ливневая канализация не справилась с потоками воды. Но коммунальные службы говорят, так было рассчитано. С таким потоком воды ни одна ливневка, которая рассчитывается на среднестатистическое потребление воды, она справиться не может. Затоплены все подступы к железнодорожному вокзалу. Прибывающие поезда задержались минимум на несколько часов. По тревоге были подняты сотрудники МЧС и ДПС. Последние к месту разгула стихии добирались вплавь. Как нам будет? Да я-то переплыву. По прошествии почти суток с момента наводнения неизвестно ничего. Ответственных до сих пор называть не спешат, хотя уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Общее число пострадавших около 20 человек. Четверо госпитализированы. Блин, мы реально сейчас здесь выплывем. Ребята, у нас реальная проблема. По словам очевидцев, уровень воды на центральных улицах достиг окон первых этажей жилых домов. Затоплена и электростанция. Обесточены соседние Азов и Батайск. Тем временем, в самом Ростове-на-Дону из-за шквалистого ветра в результате обрыва линии электропередач один подросток получил удар током. Ребенка доставили в больницу. О его состоянии до сих пор ничего не известно. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала «Интер». Ряженые пожаловали сегодня к мэрии и обл. госадминистрации в Черкассах. К чиновникам в цинических костюмах пришли актеры областного драмтеатра. Его здание сгорело дотла ровно год назад. Уцелели только пара подсобок. Все это время строение простояло без крыши. Его заливали дожди, засыпал снег, отчего разрушения и убытки только увеличивались. А все потому, что в прошлом году выделенные на крышу и окна 15 миллионов гривен из госбюджета чиновники просто не успели освоить. За ремонты работники взялись буквально на днях. В этом году деньги пришли из Госфонда регионального развития. 10 миллионов гривен. Еще 6 должны найти городской и областной советы. Актерам чиновники пообещали уже до декабря. У театра будет новая кровля. Правда, служащие театра уже слышали нечто подобное год назад, сразу после пожара. Целый рень уже прошел, как мы погорели. Ну а в ладо все молчит, че ж вы погорели. Починают говорить про то, что и не час, и вы со своим театром. Тут у нас тут и война, и то, и все. А война, мне кажется, из-за того, что нет культуры у нас. Есть бюрократическая процедура погоджения. То мы должны были закончить полностью по экспертизу на театр на весь. Ее нельзя делать, не бить ее по этапам. Ну что ж, новостями мы на сегодня закончили. К эфиру готовится ведущий ток-шоу «Черное зеркало» Алексей Лихман. Он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуй. Еще раз. Ну, судя из того, что даже мне известно, о тех темах и гостях, в частности, которых ты сегодня пригласил, участникам программы будет очень сложно найти компромисс сегодня. Или все-таки получится? Как думаешь? Ну, как тебе сказать, Наташа? Ну, а для чего тогда здесь я? Вы же прекрасно знаете, и ты, и зрители, что я помогу нашим участникам всегда и утихомириться, если нужно, и компромисс какой-то найти, и консенсусу прийти. Ну, а теперь давайте серьезно. Почему нашим зрителям сегодня будет интересно посмотреть нашу программу? Мы выбрали, как всегда, самые интересные темы. Даже то, что вы прожили не самую пыльную неделю и хорошо отдохнули на этой неделе, очень важно обсудить. Ведь вы же наверняка не задумывались о том, как заплатит Украина за каждый ваш лишний рабочий день и может ли себе позволить эта страна, которая ведет военные действия и, как говорят сами политики и чиновники, находится за шаг до экономического коллапса. Вторая интересная тема. Подведем и первые итоги реформы, чуть ли не единственные, которым может гордиться правительство. Год назад в стране появилась нацполиция. Вам интересно стало жить легче и, главное, спокойнее в этой стране с новой нацполицией? Ну и последняя тема сегодняшнего выпуска только что «Черное зеркало» будет безусловно интересна каждому, чьей семье есть или студент, или абитуриент, или школьник. Министр образования Лилия Гриневич расскажет, как будут учиться наши дети с этого года и в последующие годы. Будет, как всегда, интересно. Надеюсь, жарко. Не пропустите. Через несколько минут уже начинаем. Таким будет сегодняшний «Черное зеркало». Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. Интересного вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова